Всем доброго времени суток. Недавно снова прошла акция по бесплатной добыче ресурсов для всех желающих острова Altis Life Extremo. Данная акция длилась в районе двух часов глобального времени. Добыча проходила на мерной шахте вблизи города Кавалла. Правительство заключило госконтракт с группировкой Галей на бесплатную добычу ресурсов для жителей острова. Также группировка Галей обеспечивает охрану данного объекта во время акции. В ходе таких акций любой желающий может подъехать к добытчикам и бойцы группировки Галей загрузят транспорт под завязку и даже дадут забить рюкзак. На данном мероприятии также присутствовал премьер-министр Корги и глава группировки Галей Краул Дэд Лэй. И они любезно согласились дать свои комментарии по этой акции. Расскажите пожалуйста, что здесь сейчас происходит? В настоящий момент происходит выполнение группировкой Галей государственного контракта, а именно добыча легальных ресурсов нашего острова для любого из жителей. То есть наши люди, вот справа от меня, уважаемый лидер группировки Галей. Ими организована добыча меди сегодня. То есть любой желающий житель острова может приехать и абсолютно бесплатно наполнить свою технику медью. Как долго обычно длится подобная акция? Данная акция у нас длится обычно не менее двух часов. И за это время, как вы видите, движение очень у нас здесь напряженное, плотное. Еле-еле успеваем заполнять добытчиками всех желающих. Да. Какое количество раз можно приезжать во время акции и загружать свою технику? Неограниченное количество раз может любой житель приехать и полностью загрузить свою технику. Когда планируется проводить подобные акции на других легальных ресурсах нашего острова? Ну, как вы знаете, контракт такого плана, именно контракт по добыче полезных ископаемых нашего острова, находится, проходит, скажем так, пилотную стадию. То есть это первый раз заключен такой контракт. И мы отрабатываем взаимодействие. И, соответственно, все шероховатости убираем. Как только мы войдем полностью в рабочий режим, будут и другие зоны добычи природных ресурсов нашего острова. Тогда мы сможем увидеть график подобных мероприятий. Ну, я думаю, этот вопрос лучше задать лидеру группировки Галей. Он на него с удовольствием ответит. Так, я думаю, такой режим работы уже начнется с середины следующего месяца, когда мы уже будем знать, как, что делается и сколько вообще нужно добытчиков и топливников для такой сложной работы. Вот, думаю, в конце или в середине следующего месяца этот проект уже будет полностью работать. И все желающие, так сказать, формилы смогут уже приехать и запрать свою грузу. Также в самотохе происходящего удалось пообщаться с двумя жителями острова, которые приехали на эту акцию. Что вы думаете о проведении подобной акции? Ну, мы с братом просто в восторге от этой акции, от группировки Галей и, собственно, от правительства УСЛ-Алтеса. Это просто невероятная акция для обычных жителей, для обычных работяг, как мы. Мы приезжаем, загружаемся, и мы уже не уставшие дома отдыхаем. Они, прям, знаете, приходим с работы и валим за спать. Ну, вот, прям, просто в восторге. На каких ресурсах вы бы хотели видеть подобную акцию в следующий раз? Ну, конечно, хотелось бы, вы понимаете, мы как беженцы с Украины, мы помогаем своей стране, своим родственникам, которые там остались. И хотелось бы, конечно, более ценные ресурсы. Помимо того, что мы улучшаем экономику острова, так мы, собственно, и имеем сотой процент. Хотелось бы, конечно, ресурсы, которые пользуются более хорошей популярностью на международном рынке. И все же, можете более конкретнее, какой именно ресурс вы хотели бы видеть вот в следующий раз? Я думаю, что это табак, действительно, потому что сигары, это очень ценно, тем более, как показывает практика, сигары с этого острова практически не влияют негативно на здоровье, а даже позволяют повышать иммунную систему. То есть, я думаю, это будет лучше. Да, я соглашусь с братом, сигары, это действительно интересно, это действительно их интересно готовить, производить. И, как бы, сигары пользуются популярностью во всем мире, поэтому не будет никаких проблем с вас будет. Во время акции на место добычи меди приезжала группа людей, возможно, с целью провокации. Было слышно несколько выстрелов, но обошлось без жертв. На место происшествия приехала полиция, были приняты заявления от граждан, ведется следствие. По поводу проведения дальнейших акций, следите за сообщениями от МЧС на острове. Когда мне дадут права, я также буду держать вас в курсе. И также надеюсь, что правительство заранее начнет публиковать анонс таких мероприятий на стен газете в рубрике «Ивенты». Для вас вел репортаж сотрудник 7News Кирейль. Увидимся на острове Altis Life, Экстрема. Я хочу тебя опять, а я кричу на танцполе. Диджи, ты меня не знаешь, ты увлекся игрою. И меня не замечаешь, наблюдают по слезы. За ловкостью рук опять меняются позы. Это замкнутый круг. Эй, ё... Кислотный диджи Кислотный диджей Кислотный диджей